Победительница прошлой программы Элина Сангалиева посетила выставку в Музее истории Самарской полиции. Ей продемонстрировали уникальную экспозицию обмундировании нескольких эпох. Среди них и форма городового, и ценный экспонат, который может показаться обычному посетителю совершенно незаметным и непривлекательным. Гимнастерка, которая расскажет о многом. Здесь же манекен в камуфляже. Узнав об истории военного костюма, Элина задала вопрос юным телезрителям. Что изображено на пуговицах формы советской милиции? Правильный ответ первым прислал Матвей Кузин. Целеустремленный, общительный и спортивный ребенок. В будущем Матвей видит себя полицейским. Он хочет защищать родину, а пока он только учится. В четвертом классе 144-й школы. Любит заниматься математикой, но больше всего обожает футбол. Соревнования на детской площадке с мальчишками и эстафеты. Люблю играть в футбол, люблю, ну вообще я люблю игры с мячом. Ну свободного времени, ну оно есть, но его очень мало. В свободное время, когда задаю, делаю уроки, а потом иду гулять. Замораживает разные фигурки в холодильнике, вот, и потом они вместе с младшими сестрами дружно ходят, этот лед облизывают. Ну что-то вот такие вот вещи, там, надо из бутылки сделать, кораблик запустить. Ну как-то так придумает. И придумает и делает. Про Матвей могу говорить очень-очень много. Веселый, отзывчивый, задорный человек. Очень интересуется всем, начиная от физики и кончая там самыми сложными химическими опытами. Он прекрасно поет. Такой талант у него есть. Поет с душой, поет вот с открытым сердцем. А так поет, что завораживает всех, кто рядом с ним находится. Детский город, город, детство, дивные мечты, давние мечты, детские мечты. Я бегу, я вижу город дивной красоты, детство, это ты, детство, это ты. Я бегу по свету улицам и парком закричать хочу. И на старике качельница, а в парке на земле лечу. Я с миссом временный, то развижу, вижу облака. А веселые друзья руками машут мне издалека. Больше всего нашему герою нравится профессия конного полицейского. После занятия Матвей отправляется знакомиться с патрулем служебных лошадей. Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте. Привет, Матвей. Меня зовут Татьяна Александровна. В данный момент я исполняю обязанности командир штаба взвода конной полиции. Ты победитель конкурса, и мы тебе в подарок дарим экскурсию к конным подразделениям. Ты что-нибудь знаешь о конной полиции? Нет, но очень бы хотела узнать об этом. Пойдем, я тебе покажу и объясню все. Ну вот, Матвей, это лошади, стоящие у нас на службе. В данный момент мы несем службу в дневное время суток. То есть по два патруля выходят каждый день. Мы несем службу в парке Гагарина и в загородном парке. Основная обязанность наша – охрана общественного порядка и недопущение каких-либо правонарушений. Связан либо с уголовным кодексом, либо с административной практикой. На данный момент у нас находится шесть лошадей. Каждая лошадь закреплена за своим сотрудником. То есть, когда прежде чем заступить на службу, сотрудник ее чистит и одевает на него амуницию. А что именно входит в амуницию? В первую очередь входит это уздечко и седло. Ногавки идут на ноги лошади для защиты ее сухожилий и суставов, чтобы она себя не поранила и не порезала. А почему именно конная полиция? Конная полиция была у нас основана в городе Самаре в 2002 году для охраны общественного порядка и недопущения каких-либо правонарушений. Несем мы службу только в лесопарковых зонах. То есть, пешие патрули не всегда могут пройти через лес и догнать преступника. Матвей, теперь пройдем в манеж, и я тебе покажу, как готовим лошадей к службе. Матвей, теперь пройдем в манеж, и я тебе покажу, как готовим лошадей к службе. Матвей, теперь пройдем в манеж, и я тебе покажу, как готовим лошадей к службе. Лошади на манеж занимаются 3 часа в неделю и готовят их по-разному. Для определенных коней идет определенная нагрузка. Если конь молодой и в нем много резвости, то его сначала минут 10-15 отшагивают, ходят шагом, разминают суставы, чтобы потом они не закостенели. Потом занимаются рысью. Если конь прыгает, то всадник на нем занимается прыжками. Чем вы их кормите? Коней надо кормить 4-5 раз в сутки, потому что это жвачное животное травяное, она любит очень травку. Для них есть лакомства определенные. Морковка. Морковка, правильно, яблоко есть лакомство. Капуста у них лакомство считается. После службы у нас все кони отдыхают. У них есть определенное место, где они находятся, называется денник. Если летом жарко, то мы после службы их можем искупать. Они очень любят у нас купаться. Матвей, ты готов покататься на лошади? Да, конечно. Матвей, этого коня зовут Камон. Он очень хорошо заезжен и обучен. Я тебе сейчас покажу, как на него садиться и как слазить. Садишься, ты берешь повод в левую руку и от плеча начинаешь поднимать левую ногу, вставлять стремя. Махом правой руки ты даешь корпус вперед и вверх. Все, ты на коне. Вспешиваемся мы. Ноги с тремя бросаем. То есть у нас ноги в свободном полете. И корпусом вперед мы наклоняемся и держимся либо за гриву, либо за шею лошади. И правую ногу перекидываем через круг коня резким движением. Вот. Заходишь. Вот держаться можешь вот здесь. Вот за это повод брось. Можешь за эту ногу левую сюда. Ну, ты что? И подтягиваешься. Во, видишь, как хорошо. Полетен percentile. Прокусление. Ну, ты что? Хорошо. Стои, ножки бросай, вперед корпус, ногу тут перекидывай правую Давай, 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 давай Что, Матвей, тебе понравилась наша экскурсия? Мне очень понравилась ваша экскурсия Я в будущем бы хотела стать одним из сотрудников конной полиции Матвей, мы тебя ждем в будущем как сотрудника подразделения конной полиции До свидания И традиционный вопрос для юных телезрителей В каких парках города проходит патруль служебных лошадей? Правильный ответ с указанием своего имени, фамилии и возраста Необходимо присылать СМС-сообщением на номер 8 927 260 2039 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова